Японский танкер Какука Коррейджес вез метанол и загорелся. Норвежский Франк Альтаир вез мазут и тоже загорелся. Если танкеры загораются, значит это кому-нибудь нужно? На этом видео, по версии Пентагона, иранские военные снимают предположительно невзорвавшуюся мину с одного из танкеров. Все это происходит в Оманском заливе. США обвиняет Иран, Иран говорит, что непричастен. Но при чем тут США? И зачем Ирану подрывать чужие суда? Это Армузский пролив. Именно по нему вывозится вся нефть из стран Персидского залива. Это один из самых напряженных и по движению, и по атмосфере проливов в мире. Если тут что-то случится, цены на нефть тут же вырастут, потому что непонятно, доедет нефть до покупателей или нет. На одной стороне Арабские Эмираты и Оман. У них хорошее отношение с США. На другой стороне Иран. У него хорошее отношение с Россией. В самом узком месте между ними всего 33 километра. В проливе всего две полосы движения для кораблей. Каждая шириной всего 3 километра. Это мало. Но ширины и глубины Армузского пролива хватает для того, чтобы пропускать самые большие нефтяные танкеры. Пятая часть мирового оборота нефти проходит через этот узкий коридор. Это 19 миллионов баррелей в день. Вопрос. Влияет ли ситуация в Армузском проливе на цены на бензин в России? Эта ситуация не влияет на российскую экономику никак. Россия продолжает экспортировать те же объемы нефти, которые она экспортировала. Нефть добывается в прежних объемах. Просто цен на бензин следует ожидать обязательно независимо от цены нефти в любом случае. По цене бензина налоги составляют примерно 67%. И они будут расти и дальше. Правительство по два раза в год повышает акцизный налог. Растет налог на добычу полезных ископаемых в результате последовательной политики правительства. И у России, и у США есть свои интересы в регионе. Может ли там снова развязаться война? Это большой вопрос. Для Ирана, который, напоминаю, поддерживает Россия, это главный торговый путь. Потому что нефть составляет две трети экспорта Ирана. Дональд Трамп ввел запрет на покупку иранской нефти и призвал все страны делать то же самое. Иран, в свою очередь, пригрозил перекрыть пролив. Но возможно ли это технически? Такую попытку предпринимали в 80-х годах. Тогда Иран и Ирак пытались перекрыть друг другу экспорт нефти. Это вылилось в то, что назвали танкерными войнами. За это время в проливе разными странами было атаковано 240 нефтяных танкеров. И 55 из них затонули. Нефть вылилась в океан. Кому выгодно обостять конфликт в этот раз? Мы в Персидском заливе видим силу, которая яростно антииранская. И очень хотела бы, чтобы кто-нибудь Иран наказал, если уж сами они наказать не в состоянии. Это Саудовская Аравия в первую очередь. Я не обвиняю Саудовскую Аравию ни в каких провокациях такого рода. Но если посмотреть на всех игроков этого региона, то выгоден инцидент одной только стороне. Это Саудовская Аравия. Любая силовая попытка контролировать Армузский пролив будет восприниматься мировыми лидерами как объявление войны. Хотят ли они этого? Мы не хотим искать искрения, но мы всегда хотим искать на нас. Президент, мы идем в войну с Ираной? Нет. По этой теме у меня все. Но у нас на канале есть много других интересных видео. Подписывайтесь и смотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok